Блокада Крыма А еще одним элементом этого сведомого шоу стало то, что при обрушении линий электроэнергии может пострадать не только полуостров, но и 40% Херсонской и Николаевской областей. Впрочем, разве патриотов это волнует? Что же происходит в действительности? Как повлияет эта блокада на решение России по вопросу долга, а также как вся ситуация скажется на позициях нашей страны? Об этом рассказал в беседе с накануне ТВ политолог Ростислав Вищенко. Здесь присутствуют интересы радикальной части украинского политикума, а государственная власть чувствует себя достаточно слабой для того, чтобы каким-то образом им жестко противостоять. По сути дела, Порошенко уже потерял контроль над ситуацией в стране. Здесь личный интерес радикально настроенной части украинского политикума, которая борется не только с Россией, она, в общем-то, борется и с Порошенко, пытаются максимально радикализировать обстановку и практически перенести ситуацию в режим вооруженного противостояния с Россией, открытого вооруженного противостояния. Но проблема заключается в том, что, в общем-то, перевод ситуации в режим реального военного противостояния с Россией – это и есть значительный шип и цель организаторов провокации. Поэтому возможности российской реакции на эту ситуацию тоже ограничены. Ясно, что Россия не ответит военным способом, а разговоры о том, что отключение электроснабжения заставит Россию простить долг Украине, бесперспективны, решаются все на значительно более высоком уровне. Эту ситуацию Россия обязательно использует для корректировки позиций наших партнеров на переговорах, уверен эксперт. Завтра они скажут, что, прежде чем у газопровода идет газ страны адресов, которые получают за это деньги, а деньги эти используют для того, чтобы вредить Украине. Поэтому газопровод надо взорвать, чтобы газ не шел, деньги не получаются. Но это же в той же логике, что и взрывопор. Таким образом мы с этим можем политическими и дискоматическими следствиями улучшать свою общую позицию. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для наказания. Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».